Депутат Госдуры Хинштейн заявил, что власти стали тормозить YouTube на России, и до конца следующей недели его скорость снизится на 70%. Теперь стало ясно, что версия с износившимся оборудованием YouTube, которую продвигал Ростелеком недавно, была ложью. Соответственно, и все рассказы о том, что никто не собирается блокировать YouTube, тоже были, мягко говоря, лицемерием. Как верно подметил Александр Невзоров, Путин изучил русский народец и выяснил, что изгаляться над ним можно бесконечно. Россия, как плечевая на трассе, сглотнет все. Сегодня путинская дворня известила 100 миллионов холопов о том, что YouTube вреден, да и вообще ни к чему. Поэтому отключаем. Именно он мешает строить полноценный русский фашизм. Непосредственно плюнуть этим известием в народное лицо доверили русскому патриоту Хинштейну. Тот сделал это с оттяжечкой и видимым наслаждением. Народец, разумеется, притих и даже не заблеял жалобно, боится. Впрочем, в этой ситуации надо понять и Кремль. Действительно, построение полноценного русского фашизма и YouTube – вещи несовместные. Гитлер бы тоже не потерпел никакие YouTube. Изнервленный неудачами и слегка доведенный до ручки перспективой близкого краха, Путин смекнул, что мешает так называемому русскому миру. Вообще очень многое и очень многие, а отступать некуда. Гаагская петля качается, ждет дурака. Российские пропагандисты запустили видеохостинг-платформа. Он должен стать еще одним конкурентом YouTube. Видимо, Рутуб и ВК-видео с этим все-таки не справляются. Платформа является полным клоном YouTube, но без западной цензуры и антироссийской риторики. А еще без пользовательского контента и зрителей. Его разработкой занималась компания Артим, которая принадлежит главной компании пропагандистского канала Russia Today. На сервисе почти нет видео, а у тех, что есть, десятки и сотни просмотров. Но не тысяч, а именно десятки и сотни. В поисковиках платформу найти тоже сложно, зато есть яркая презентация. Все верят, что на YouTube свобода слова. Но эта свобода слова не для всех. YouTube продвигает и помогает получать миллионы просмотров таким видео. Лежащий в луже мочи Путин, уж не знаю, там отравленный или еще каким-то там... Мочи своей или чужой? Или и таким. По сравнению с Путиным, даже речи Брежнева периода маразма кажутся стройными и логичными. При этом, жалуются создатели, YouTube удаляет российскую пропаганду. От Соловьева до арт-директора ВК Артемия Лебедева. Или вот цитата председателя комиссии РАЦИТ по облачным технологиям Михаила Шурыгина. Позавчера YouTube заблокировал блогеров, которые приехали из США в Россию. И рассказывали, как в России хорошо, что в России нет гей-парадов, ЛГБТ и всего остального. Ну что ж, обсудим потенциал убийцы YouTube. Так позиционируют платформу с IT-экспертом Григорием Бакуновым. Крайне интересная вообще история с этой платформой. Я думаю, что особенно интересна она тем, кто давно наблюдает за битвой против YouTube, что ли. Потому что это, с одной стороны, выглядит как действительно еще одна крайне интересная альтернатива всему тому, что понаплодили уже в России. А с другой стороны, прям подозрительно все прям с самого начала. Если вы обратили внимание, на какой платформе, в смысле, на каком месте буквально произведена была презентация. Это все происходило в рамках Рацита. И в очень камерной какой-то презентации, на которой присутствовали, видимо, буквально несколько журналистов, была показана вот эта самая новая платформа, которая называется «Платформа». Кому она была показана, как, что в ней есть, кроме этой самой презентации, на самом деле ничего не понятно. Доступа к ней нет. Насколько это все живо и существует ли там действительно какой-то контент уже, тоже пока непонятно. В общем, это крайне запутанная история, которая пока больше похожа даже не на борьбу с YouTube, а на попытку попасть в СМИ для того, чтобы удачно продать готовящееся решение. Давайте поясним для наших зрителей, что такое Рацит. Я только отмечу, что председателем правления Рацита является зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Горелкин. Рацит — это такая очень странная организация, суть которой называется «Региональный общественный центр интернет-технологии», если я правильно помню. И это такое окологосударственное образование, общественная такая штука, казалось бы, в которой должны обсуждаться все вещи, имеющие отношение к интернету и технологиям в целом. В реальности это площадка для коммуникации между бизнесом и государством, и используется она именно так. Но, повторюсь еще раз, презентация эта выглядит буквально как попытка найти подходящего спонсора, что ли, среди государственных деятелей, чиновников, или, может быть, среди бизнесменов, которые крутятся вокруг государства. Потому что Артим как структура... Я не знал, кстати, что она связана с Rush Today, но я вижу ее, скорее, как исполнителя большого количества технических заказов от окологосударственных компаний, то есть окологосударственная аутсорс, скорее. И это небольшая компания, которая что-то такое сделала, что-то такое реализовала, а теперь они просто ищут какую-то подходящую крышу, которая позволит им пропихнуть этот продукт куда-то повыше или продаться какому-нибудь крупному игроку. Ну, я еще замечу, что в эту комиссию РАЦИТ, и в том числе в ту самую, видимо, экспертную группу, для которой проводили презентацию, входят выпускники и мастерской новых медиа. Мастерская новых медиа — это продукт «Ано-диалог», который возглавляет Владимир Табак. Это бывший подчиненный Гориславского, а также, видимо, хороший друг Кириенко. Кроме того, в этой мастерской новых медиа преподают Кристина Потопчик и непосредственно Соловьева, Владимир Соловьев, которого YouTube банит по признанию, собственно, создателей презентации. Вот тут тоже интересная спайка, кажется, есть. И кажется, что действительно это такой продукт, контент для которого будут производить уже всем известные пропагандисты. Что вы об этом думаете? Я думаю, что любая такая система, любая система видеохостинга — это сложная цепочка взаимосвязанных субъектов, что ли, которые связаны во многом, ну, они связаны, понимаете, с точки зрения именно потребления, изготовления, с одной стороны, контента, а с другой стороны, с точки зрения денег, которые существуют в рамках этой платформы. Поясню, что я имею в виду. Как работает YouTube? YouTube предлагает авторам контента уникальную ситуацию, в которой они могут добраться до своей аудитории. Они могут показать это не только своим подписчикам, но и постоянно показывают это все более широкому кругу зрителей, потому что в YouTube есть система рекомендаций, разные способы донести свой контент до потребителя и так далее. И из-за того, что на YouTube огромное количество зрителей, практически для любого контента находится потребитель. И как следствие, почти у любого автора, если он достаточно талантлив, получается зарабатывать на этом деньги. С любой новой платформой возникает жесточайшая проблема, которая похожа на проблему курицы и яйца. Пока у вас на площадке нет огромного количества потребителей, вам нечем привлечь туда новых авторов. Пока у вас нет новых сильных авторов, которые смогут зарабатывать на этом деньги, вы не можете привлечь туда и аудиторию соответственно. И решить эту проблему деньгами, например, государственными деньгами, наверное, можно, но невероятно сложно. Потому что талантливые авторы, талантливые креаторы, они хотят доносить свои мысли и доносить свой контент не только до аудитории в одной конкретно взятой стране. Быть замкнутой внутри одной страны крайне сложно. И как следствие, любая такая система, похожая на то, что показывает платформа, она, будучи замкнута в рамках одной небольшой территории, а Россия, в общем, с точки зрения интернета, не очень большая аудитория сама по себе, это практически полное исключение возможности добраться до какой-то внятной, серьезной монетизации того, что ты производишь. А значит, единственный способ для существования этой платформы – это постоянные дотации со стороны либо крупных компаний, либо со стороны государства. Такие дотации автоматически накладывают, ну давайте скажем, ограничения или подталкивают производителей контента к какой-то конкретной тематике или какой-то конкретной позиции. И как следствие, да, скорее всего, на такой площадке лучше всего будет житься каким-то пропагандистам, которые будут получать деньги от государственных агентств или от государства напрямую, или от крупных корпораций, которые будут являться в данной ситуации прокси-структурами государства, для того, чтобы хоть как-то на этом зарабатывать. Появятся пропагандисты, появится аудитория, так или иначе, ну вот как-то, может быть, оно заживет. Вот. Без этого, честно говоря, особенных шансов на существование вот таких платформ нет, что мы видим на примере Рутуба, наверное, который как бы ни старались нагнать туда трафик, как бы ни старались туда привезти все, что угодно, ну вот не живет оно и все. Они нам завидуют, я вам точно говорю, я знаю, что я говорю. Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Редактор субтитров А.Семкин